23 марта Славянский район отметит светлую и одновременно скорбную дату в истории нашей Малой Родины. 76-ю годовщину освобождения Станицы Славянской от немецко-фашистских захватчиков. Начиная с февраля 1943 года на территории района велись ожесточенные бои буквально за каждый населенный пункт. Одним из первых был освобожден хутор Беликов Кировского сельского поселения. 16 марта в клубе хутора Беликов прошло торжественное мероприятие, посвященное 76-й годовщине со дня освобождения этого населенного пункта от немецко-фашистских захватчиков. В память погибших освободителей жители почтили молитвой. В силу и славу, отца и святого духа, но не пресняли кипятков. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Учащимися 38-й школы для хуторян был подготовлен концерт. Дети читали стихи о войне, танцевали и исполняли военные песни. Нету Родины красивее, нет сильной и богатой рей. Это Родина, Россия, защитим ее скорей. Гитлер хвастал, что у нас труд, осени захватит. Бог не знал, что ему силушки не хватит. В зале сельского клуба в этот день были и те, кто своими глазами видел войну, пережил долгие месяцы немецкой оккупации. Николаю Михайловичу Немиря, когда фашисты пришли на родную землю, было 11 лет. Смотрите, дивизельды, кони вот такие, капота вот такие, кутохвости, тяжеловоды назывались, румыны, пленни русские, немцы. И вот сюда Хутербиньку сюда. А там МТХВ заняли и 6-ю там бригаду заняли. Вот, были все время. А русские студии пишут, а можно. Фашистская оккупация продлилась долгих 8 месяцев. Гитлеровцы размещались в домах хуторян. С местным населением не церемонились. Избивали, забирали еду, выгоняли из хат. Вот Маруся послала за солью сюда, в наш дом. А вони, немцы же, часовой же ходят и говорят, партизан, партизан. Вот она солеметом на маму. А мама говорит, я хозяйка, хозяйка этого дома. Так вони заставили маму 25 шанель почистить німецких. И 25 пар сапогов, вот это ж почистить. Воно ж грязь была. И мама уже ночью я вылезла аж домой. Без соли, без ничего. Бои из освобождения хутора Беликов велись ожесточенные. Бойцы 417-й дивизии то отбивали его у немцев, то вновь отступали под натиском врага. Захваченных пленных фашисты расстреливали на глазах у мирного населения. А хаты сжигали, чтобы открыть обзор. Одного солдатика мы спасли, руського. Привели, а він в эту сторону прибег до нас, а так пистеліпається, плачет, спасить мене. Так мы его то заперли туди в уголочок, аж туди, туди. И вот он там лежал, цей солдатик. И вот он кормили продукты, какие ж туды были. Туды очень-очень было, голодовка была на продуктах. А мы же ему хоть подделяли, выдавали, кормили его и все. А потом уже, как уже ушли немцы, русские зашли, пришли русские сюда и вот вывели его. Так, как забирали русских, так усі нам, і діткам, і родним, і папам, і мамам, і бабушкам, всім руки цілували, що спасли ж його. А він так благодарив, не дай Бог, як благодарив. Сейчас в хуторе Беликов проживает 973 человека. В далеком 1943 году за его освобождение полегло 1412 советских солдат. Их имена высечены на памятнике воинам-освободителям. За мемориалом ухаживают учащиеся местной школы. Я считаю, что молодежь современная должна знать историю наших отцов, дедов. Как наши отцы и деды воевали, это должен знать каждый человек. Я горжусь тем, что наш хутор знает это все, приходит сюда и убирается, и помогает. В день освобождения хутора Беликов школьники и жители возложили к мемориалу погибших воинов венки и цветы. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, программа «События». Анна Монастыр, Георгий Калинин. Продолжение следует...